шалом друзья сегодня мы с вами будем готовить грибной крем-суп по московскому рецепту для этого мы будем использовать сухие белые грибы которые были собраны в подмосковье для того чтобы сделать грибной суп нам понадобится масло оливковое для пассеровки сливки сухие грибы которые мы уже замочили и которые три часа набирали воду картошка морковка лук а также нож доска блендер соль перец первую очередь мы должны порезать картошку кубик размер кубиков не имеет принципиального значения потому что мы все равно потом будем суп гомогенизировать готово далее мы могли бы точно также с помощью ножа и собственных рук порезать лук порубить морковку но сегодня у нас есть помощниках замечательная кухонная техника и с помощью этой кухонной техники мы сможем очень быстро порезать лук и морковь морковку нарезаем крупными частями исключительно для того чтобы блендера было удобно перемалывать некоторое количество лука мы оставим вот такими вот круглыми полукольцами для украшения это вам будет показано чуть позже а пока что нарежем лук и будем использовать современную кухонную технику обратите внимание нам нужно чтобы лук был порублен но не превратился полностью в кашу поэтому мы не просто включаем а включаем в пульсирующем режиме то есть если у кого то есть пульс ставим пульс если нет то просто даем ему немножечко отдохнуть отлично теперь приступаем к пассированию берем сковородку вода закипела мы берем картошку и кидаем в воду пока картошка варится порежем грибы грибы у нас конечно высшего сорта не часто удается найти такие в лесу вот какая у нас получилась отличная зажарка посмотрим что у нас картошкой все замечательно нужно снять шум отлично почти готово теперь нам нужно добавить сюда нашу зажарку добавляем воду которой мы замачивали грибы добавим лавровый лист и и несколько горох и душистого перца для украшения супа обжарим луковые колечки до золотистого цвета не оставляйте луковые кольца без внимания потому что их очень легко сжечь и вместо золотистого цвета они станут темно коричневыми наш суп почти готов сейчас мы его посолим по вкусу и добавим сливки итак наш суп почти готов последний этап делаем его однородным с помощью ручного блендера итак а а а и Замечательно. Пятало. Субтитры подогнал «Симон»!